Сурское водохранилище готовится принять новых обитателей в кузове Зила. Ёмкость с сигалетками толстолобика. Здесь их более 52 тысяч. Машина подъезжает максимально близко к воде, чтобы через специальный рукав опустить мальков в водоём. Процесс называется рыбохозяйственная мелиорация. В первую очередь специалисты рассчитывают улучшить биологические качества водоёма. Толстолобик предназначен для борьбы с цветением. У него специальный цедильный аппарат, в общем-то, присутствует. То есть он вместе с водой заглатывает эти частицы и цедит его. Получается, вот развитие как раз цианобактерий – это одна из таких серьёзных проблем для всех искусственных водоёмов, потому что искусственные водоёмы, они созданы, скажем так, человеком. Эта экосистема не отбалансированная, соответственно, в отличие от природных водоёмов, тут всё, баланс нарушенный. Ежегодный объём значительно больше должен быть. Но в этом году будет выпущено порядка более 100 тысяч разных видов рыб, в том числе стерлядь, толстолоб. Но будем стараться, с каждым годом будем всё больше и больше стараться зарыблять. Кроме того, активное зарыбление сурского водохранилища связано с деятельностью предприятий, которые своей работой могли повредить микрофлору. В конце июля в водоём выпустили 20 тысяч мальков стерляди.